МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Семенович, ну вот так уж получается, да, что роль отцов сегодня, может быть, остается второстепенной, потому что в силу разных причин неполные семьи, да, некоторые отцы уверены, что должны, может быть, больше зарабатывать и так далее, да. Воспитание ложится на плечи матерей, школы, но есть отцы, которые воспитывают детей, например, самостоятельно, да, но таких исключений, скорее всего, не так много. Вот каких вы объединяете мужчин в совете и кого привлекаете? Ну, наш совет отцов городской, он объединяет школьные советы отцов. Во всех школах города есть советы отцов, которые были созданы за последние 7 лет. За последние 7 лет было создано 20 советов отцов во всех школах города ОЛОНД. Городской совет отцов, он координирует действия школьных советов отцов. И привлекаем мы родителей отцов тех, у кого есть хотя бы вообще дети. То есть, если он бездетный мужчина, да, он не отец. Он не подойдет уже. Да, он нам не подходит. Привлекаем тех, у кого есть дети от одного и более. Других ограничений у нас никаких нет. Вот получается, как деятельность, она реализуется? То есть, что вы делаете? Вы рейды какие-то всеми совершаете или как работаете? Да, конечно. Мы помогаем школам в охране, в порядке. Комендантский час мы контролируем. Советы отцов, мы ходим вечерами после 10 вечера и смотрим, чтобы наши дети не болтались по улице после 10. Комендантский час, контроль комендантского часа. Вместе с участковым вызываем участкового. То, что нам одним родителям нельзя по закону. Мы должны в присутствии с участковым осуществить рейд по микрорайонам, вокруг своих школ, где проживают родители наши. И вот комендантский час контролируем. Когда вы приезжаете в школы, как там проводится работа? Как вас встречают? Ну, в школах нас встречают, в основном родители нас встречают хорошо. Когда я приезжаю в школу, беседую с родителями, чтобы побеседовать с родителями, объяснить им, что такое, для чего нужен совет отцов. И для чего мы вообще нужны? Родители нас принимают хорошо. Ну, не все, конечно, но многие принимают хорошо. Ну, в основном, да. Но директора школ почему-то говорят нам, что, ну, куда, ну, где мы возьмем активных родителей? Ну, нет у нас таких активных родителей, отцов. Мамы, да, у нас активные все. А отцы, они не активные. Да не может такого быть. Есть у нас активные родители. Из всех вот 20 школ, более 150 человек активные, отцы, которые помогают школам. А можете назвать самую, не знаю, топовую школу, где вот самые активные? Это самые активные, это 51-я школа. Она находится на элеваторе. 51-я школа, так как они были созданы до городского совета отцов. Самый первый совет отцов был создан в 51-й школе. И на основе 51-й школы был создан городской совет отцов. То есть, по их опыту, они пришли в комитет по образованию, предложили такую позицию, совет отцов создать городской. И был создан городской совет отцов. Я, хотя, вот мои дети ходят в 48-ю школу. Я не с 51-й. Ну, вот вообще, если рассуждать на эту тему, да, вот, например, когда мы отмечаем день, не знаю, матери, да, то все понимают, вот, что это такое, какая-то программа, поздравления и так далее. А вот с днем отца, к сожалению, да, вот у нас такая непонятная ситуация происходит. Может быть, это еще как-то не прижито, я не знаю, да. Вот как вы считаете, нужно ли менять эту ситуацию? Конечно, нужно. Потому что роль отца в семье играет немаловажную роль. Если мать любящая, как гнездо, держит там в чистоте, в порядке, чтобы было приятненько все, то отец на наше сегодняшнее время, он добытчик. Просто ушел, заработал, пришел, переночевал, ушел домой. И все, да? Все. Ну, такого не должно быть, потому что отец должен быть все равно авторитетом для детей, особенно для сына. Отец – это авторитет. Ну, сейчас вот у нас, да, вот раньше было, что отец – это все. Сейчас дети у нас какие пошли? Ну, это уже не мужчины, как говорят сейчас, да, нет настоящих мужчин, как раньше. Потому что у нас отец просто не видит своих детей. И занимается семьей всегда мать. А отец, он пришел, правда, вот, да, вот, заработал, пошел, заработал, пришел домой, все. На диван лег, лежит, твизер смотрит. Что можно сделать? Ну, что сделать глобального такого, мы не сможем ничего сделать, да, но можно постараться объяснить людям, вернуться к тем старым традициям, когда вот воспитывали детей, сыновьев, отцы. И мы проводим такие мероприятия, как сплочаем отцов и детей, проводим мероприятия спортивные, чтобы обязательно участие отца и сына было вместе. То есть, просто один отец или один сын не принимаются. Принимается семья. То есть, сплочение должно быть отец и сын. Вот мы в 2012 году проводили такое мероприятие соревнование, первое наше соревнование было в 2012. Папа и сын спортом живут одним. Там было всего 9 команд. Мы кое-как насобирали, этих 9 команд, привлекались, загвязывали, уговаривали. То второе, когда соревнование у нас было в 2014 году, там уже они в очередь становились. 20 команд было из 19 школ. И они уже просились сами, что дети, отцы хотели уже к нам прийти на соревнования. Потому что отцы понимают, чем они больше будут с детьми заниматься, общим делом, то тогда они уже будут больше понимать своего ребенка. И когда они вместе что-то делают. А когда они просто различно... Отец пришел, а, привет, привет, и все, пока-пока. Это... Нет взаимодействия. Хорошо. Вы сегодня присутствовали в зале отседаний при главе республики, проходило совещание, да? Как Алексей Циденов видит решение проблем? Ну, Алексей Циденов предлагал сегодня на Крузовом столе создать республиканский совет отцов. То есть, чтобы не только в городе был совет отцов, помогать городу развивать отцовство, но еще и на республиканском уровне. Консультативный совет создать республиканского совета отцов. Чтобы в поселках наших и в деревнях, где есть школы, и дети наши, и отцы, они там тоже активные родители, там много активных родителей, тоже небравонадушных своим детям и до школы. Вот они... Предложение такое поставило, чтобы там создать совет отцов. Ну, вот, к слову, о статистике, о цифрах, да? Вот в Бурятии на сегодня проживают свыше 300 тысяч семей. Количество семей, вступивших в брак, снижается на 25%. И почти 4 тысячи детей воспитываются в опекунских семьях. Это при живых родителях. Вот дети из социальных, может быть, группы риска, дети из неблагополучных семей. Вот с такими вы работаете? Вот мы постоянно такими, как раз-таки больше всего работаем с такими детьми, которые группа риска и социально незащищенные дети. Мы приглашали... Вот в прошлом году мы начали такой опыт проводить. Мы для них сделали, именно для этих детей, для трудных подростков и социально защищенных, конкурс ПДД, там, знания медицины, силовые упражнения, отжимания. В общем, конкурс на базе первой школы. Это проходило вечерние школы на центральном рынке. Первая школа. И в прошлом году дети пришли так вообще, придут, думают, постоим, посмотрим, что это такое вообще. Ну, они пришли изначально, давай там... Не заинтересованы. Да, вообще как-то, ну, вяленько было. Когда мы начали, рассказали все это, показали, что будете делать, они пошли по кабинетам проходить эти конкурсы, квест. Квест начали проходить. В конце уже такой ажиотаж был. Они, а, блин, кто там быстрее отжимается, кто больше отжимается, кто что-то знает. Но они начали уже там команды, командами, они были командами, и они командами начали уже развивать это все. В прошлом году они, вяленько, мы их собирали на улице. Мы просто их... Сначала мы с ними договорились. Как собирали? Вот и шли возле школы, они сидят, ну, блин, мы же с вами договаривались. Они один убежали, мы второго. Пойдем с нами на конкурс, пойдем, что посмотришь. Ну, ладно, пошлите. Ну, так вообще, пойду, посмотрю, что это такое. То в этом году у нас сейчас опять будет такой же конкурс. Мы объявили это уже детям. Да к тому же в очередь стали, чтобы, блин, пойти, записаться к нам. Вот мы говорим, справишься в этом году. Мы в прошлом году сказали. Вот мы вас в этом году берем на конкурс такой, да, на квест. То, что вы вот как бы, ну, плохо учитесь, там, балуетесь постоянно. Если вы в этом году за год исправляетесь, мы вас на следующий год опять приглашаем с вашими друзьями, трудными, продростками на опять такой же квест. Так вот эти ребята, которые были на квесте тогда, они вот сейчас мне в школе тоже говорят, они вообще изменились. Вообще изменились. А как-то поощряете их? Конечно. В прошлом году, вот спасибо, какогою группе «Титан» за спонсорскую помощь. Они нам выделили сертификаты на покупку продуктов. Ну, потому что им все равно продукты, ну, что-то хотят, что-то сами купят. И вот мы за первое место этим команде детей, да, обошлось, там, что-то около 10 тысяч сертификат подарили. И все дети, все были поздравлены и награждены. Все, без исключения, команды были поощрены. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. И вот в этом году они вот теперь хотят опять так же. Вот мы сейчас опять договариваемся со спонсорами, чтобы опять детей не обидеть. Да, хорошо. Вот есть еще одна тенденция. В России растет число исков на установление отцовства, да. Вот, не знаю, может быть... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова